Реборн, эту игру мы называем Арканум Реборн, там вообще-то есть другое название, Ревиссарс, у меня плохо с выговариванием, а оригинал этого движка называется Фонлаут онлайн. Для тех, кто хочет понять все плюшки имеется ввиду управление, оригинал менюшки здесь и все фишки там, быстрые клавиши, управление кнопками оружия, использование и все такое, поиграть лучше надо в Фоллаут онлайн. А те, кто не играли и заходят, как я тоже зашли сюда и нам интересно от это все побегать, я вот уже более-менее привык к управлению, то для меня уже не составляет труда, но я все равно, допустим, не понимаю двух рук, то есть могу поставить в две руки зелья, ну и как было, когда в начале я зашел, а потом у человека были лечилки, всякие пирожки, вот их ставишь в руку и их можно использовать как зелья именно на себя выпить молодец полечился, как быстрая клавиша или это все-таки используется как оружие, то есть я беру зелье и его бросаю, и оно считается как наносит урон, я имел ввиду, такое будет или как все-таки использовать его как быстрая клавиша, то есть взял бутылку вина и используется, вместо того, чтобы ее бросить в противника и разбить чью-нибудь голову, он просто выпивает ее ну гранаты будут это, в этом и не сомневался просто я опять, наверное, неправильно выговариваюсь вот, то есть просто я тут, как мы видим ну это я выбросил предмет такая сердить я его никуда не могу зато могу лить в руку я так понимаю, возможность бросить вот так вот предмет появится чуть-чуть нетрадиционная, но зато точно знаешь, что возьмешь и бросишь этот предмет и сейчас мне отвечают, что все будет интерфейс на днях поправлен, все будет на своих местах в плане бросать вещи, выкидывать вещи, ложить вещи, передавать вещи ну, интерфейсом будут заниматься люди ну это, скажем так, не главная вещь ну, одна из составляющих так, ну а, ну, вообще-то найти бы хоть одного тестера который вот зашел такой вааа, новая игра, надо потесить и и и не увидеть так вот так ага, да и не увидеть вот это вот это я зашел это не то, это не то ну вот, очень сыро, конечно, но вот, он пишет правильно потому что тестить сложно так как не знаешь, что именно тестить на данный момент мы хом хом грубо говоря, протестили только чат вот где можно кричать шепотом говорить и просто говорить бегать, ходить открывать двери проходить сквозь стены открывать сундуки открывать инвентарь людей почти красть что мы еще проверили боевку проверили работает, то есть ну, смерть я не знаю смерть проверили не проверили вроде бы умирал меня поскрешали лечили или в этом духе проверили диалоги некоторых НПЦ вроде бы работают проверили то что есть нам дали кражу боевой режим мировую карту показали можно по ней путешествовать но пока это все закрыто но оно есть работает и можно заходить на большой карте случайные встречи где ты бежишь появляется на случайной генерированной карте где появляются монстры на тебя атакуют и ты такой ау надо убегать убивать показали некоторые другие локации кроме этой цель заблокирована нам говорить нельзя раньше он нам говорил скучно ну конечно так ну это так уже фигня но анимацию переладивания через окна тоже можно немножко доработать ну или потом доработать на оставшееся времени ну проверка инвентаря скидывать и ложить вещи меня устраивает так сколько у меня патронов один патрон походу когда приложишь много вещей было топлива много стрелы патроны ой были бутылки топлива и патроны то тут появлялось меню ну вы видели что можно было выбрать все положить выбрать несколько палочек и туда-сюда можно было кидать пока людям можно сказать респект за проделанную работу особенно тому человеку который делал чат ему огромнейший респект потому что ну придумать точнее сделать такой алгоритм сложно где заменяются слова туда-сюда а если это все еще будет зависеть от характеристик особенно от от этого характеристик интеллекта то такого человека можно просто расцеловать и подарить ему Оскар молодец ну пока вот такая вот ожидаемая игра и будем ждать продолжения работы над Reborn 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 ну и конечно же ждем других тестеров которые смогут зайти поглубже написать что типа вот зашел посмотрел тут кривая анимация коровы которая стоит кричать головой это тот самый одноразовый кинжал который один раз использовал ух даже 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 ударить никого нельзя блин ладно ну ну да атаковать то есть нажимаю атаковать и не атакует ух 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 вроде бы как ух атака отнимается но не работает почему вы понятия не имею и почему ух 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 обмаз вот набирает для атаки усталость сила или inequity г убор рул могу поэтому у нас не бьет и слава богу значит я уже умер ну и все остальное пока не работает но мы ждем что сначала то что задумали с самого начала а потом сделают все остальное и будет вполне классно особенно не понравилось про новые возможности при создании нового персонажа а тут в навыках вот это гид горное дело агроном готовка очень хочется посмотреть что это такое с чем это едят ну и это просто даже описание нет то есть нету менюшки где при наведении сюда показывала а для этого нужно повысить там восприятие тут не написано что это восприятие тут вс это нужно восприятие там не пишет они пишет но когда после того как нажал еще раз ловкость поднимите пожалуйста а ну да молодцы я не забыл это проверить нельзя понижать характеристики если у тебя подняты параметры ну конечно в оригинале были четы для этого надо было изучать вот эту всю технологию выпил парочку зелий на силу у тебя силы стало 18 и и рукопашную на максимум быстренько ставишь подбегаешь до мастера и говоришь вот у меня есть деньги и я хочу стать мастером он говорит да ты подходишь тебя силы достаточно рукопашная поднята вот ты становишься мастером у тебя появится тот мастер зелье прекращает действовать у тебя становится снова там восемь силы но ты все равно мастер а полоска такая уменьшать это до половины то есть она как бы заполнена на максимум то есть все пять кубиков здесь но она уменьшена до половины потому что или даже меньше половины потому что эти силы восемь это конечно вообще жесть но ты уже мастер он тоже самое с увертливостью ну конечно если хочешь чтоб полоса у тебя работала то есть у тебя была полоса была на максимум снова выпиваешь зелье тут опять 18 полоска у тебя снова вся видна как ничем не бывало нормально вот так вот можно было читерить то есть не тратить лишние очки сюда а просто за счет